Здравствуйте! Новый год начался с самой короткой рабочей недели, но нам есть о чем рассказать. С вами Марина Конодакова и вот что будет в выпуске. Рекорд по пьянству за рулем и жаркая вахта медиков и пожарных. Хакасия довольно бурно провела новогодние каникулы. Какие законы изменят жизнь россиян в новом году? Обзор от наших корреспондентов, а также мнение эксперта. Они жили в палатке и уже не надеялись на чудо, но оно произошло. Многодетная семья Оглагачевых переехала в собственную квартиру. Защитить от вредного воздействия человека в Шуринском районе будет взят под охрану уникальный памятник природы. Итак, 2020 год начался. Это была самая короткая рабочая неделя, но вот длительные выходные изрядно пополнили тревожную сводку происшествий. Сотрудникам экстренных служб скучать не пришлось. Наиболее горячий фронт работы достался автоинспекторам. За время каникул они задержали рекордное число пьяных за рулем – 120. Причем 17 совершили нарушения повторно. Были и вопиющие случаи. 3 января ГИБДД попался 30-летний водитель. Тест показал, что норма алкоголя в его крови превышена в 6 раз. В усиленном режиме работали и пожарные. Всего произошло три десятка пожаров. В основном это был мусор. Жилье горело в 8 раз. В огне погибли 4 человека. В одном из случаев к трагедии привела неосторожность при курении. Несли свою круглосуточную вахту и медики. Их помощь понадобилась почти тысячи человек, четверть из которых – дети. Большинство с ушибами и травмами. И в случае со взрослыми речь идет о катании с горок после употребления спиртного. Ну а самый главный результат у врачей перинатального центра – только в новогоднюю ночь они помогли появиться на свет семерым малышам. А всего за время каникул в учреждении родилось 106 новых жителей нашей республики. К теме безопасности на отдыхе мы вернемся чуть позже. А пока о том, какие изменения принес нам 2020 год. С 1 января действует ряд новых законов. О самых главных – следующий обзор. В Новый год с новыми законами. И надо отметить, пока все мы отмечали праздники, жизнь-то заметно поменялась. И начнем с того, что интересует каждого – деньги. С 2020 года увеличился минимальный размер оплаты труда. Если прежде сумма составляла почти 11 300 в месяц, то теперь на 850 рублей больше. То есть работодатель по закону сейчас обязан платить не меньше 12 130 рублей. И куда же мы сможем потратить свои кровнозаработанные, опять же, в контексте нововведений? С января выросли акцизы, а вместе с ними подтянулись и цены на алкоголь. За пол-литра самой дешевой водки любителям горячительного придется заплатить 230 рублей, раньше – 215. А за такой же объем коньяка придется выложить аж 433 рубля. По задумке сторонников удорожания алкоголя, это должно помочь в борьбе с пьянством. Водка – враг, с которым русский народ привык бороться, чего бы это ни стоило. И в продолжении темы вредных привычек в аэропорты вернулись курилки, с условием, что это будут неприметные, хорошо вентилируемые помещения. А вот новость для работяг. В оборот вошли электронные трудовые книжки. Вся информация работника перешла в цифровой вариант. А это значит, например, теперь не получится скрыть факт увольнения по статье. При этом привычные всем бумажные книжки из оборота не уходят. Во всяком случае пока. А определиться, в каком варианте хранить информацию, работник вправе самостоятельно. Кроме того, нововведения коснулись автовладельцев. Закон позволяет теперь получать номерные знаки у производителей и в автосалонах. Здесь же можно зарегистрировать машину. Ну и напоследок хорошая новость для защитников животных. Контактные зоопарки начинают работать по новым правилам. Формат теперь запрещает посетителям прикасаться к зверякам. А предприниматели должны их обезопасить с помощью клеток и вольеров. Важно то, что это также касается цирков и дельфинариев. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Ну и еще немного о цифрах. В Хакасии подорожали капремонт и электроэнергия. За свет жителей республики с января будут платить на 4,5% больше. Тариф на вывоз мусора в большинстве территорий не изменится, а кое-где даже снизится. Тепло для абаканцев увеличится в цене совсем незначительно, менее чем на полпроцента. А вот для Абазы гигакалории станут дешевле на 6%. И к уже упомянутым электронным трудовым книжкам. Они вводятся в стране с этого года. И до конца декабря всем работающим жителям Хакасии необходимо определиться, оставлять привычный бумажный документ или переходить на его новую версию. Тему обсудим с экспертом из Пенсионного фонда. Что теперь должны делать люди, работающие, если они хотят получить электронную трудовую книжку? И стоит ли ее вообще получать? Ну, это нововведение. Однозначно, ну, наверное, в ближайшем будущем, это лет 20-30, бумажная трудовая книжка уйдет в прошлое. Законы, принятые 16 декабря, вступили в силу с 1 января 2020 года. Ну, я бы хотел сразу оговориться, что многие пытаются сейчас провести аналогию. Электронная трудовая книжка, бумажная. Нельзя ее проводить. Это однозначно два разных документа. Даже по тому основанию, что в трудовой книжке есть все записи, в бумажной, а в электронной будет последняя запись. Та, которая соответствует месту работы в 2020 году. Конкретного работника. То есть электронная книжка ведется только с 2020 года? Да, с 2020 года. И первая запись там будет, это последняя запись с бумажной трудовой книжки. 2020 год, он переходный. То есть в течение этого года работодатель должен провести работу со своими работниками и как бы объяснить, что в течение года необходимо сделать выбор. То ли человек остается с бумажной трудовой книжкой, подает такое заявление, или переходит на электронную, соответственно, тоже пишет заявление установленного образца. И за него уже с этой даты начинают предоставлять сведения в пенсионный фонд. А как все-таки понять, что лучше? Как нам сделать этот выбор? Вот на мой взгляд, у тех, у кого есть советские периоды работы, имеется в виду до 2000 года, то, конечно, здесь как бы стоит подумать. Потому что советские периоды, они сегодня, данных о них, сведениях персучета нет. То есть это, получается, те люди, которые сегодня старше 40 лет. То есть у них этот выбор нужно сделать осознанно и проанализировав, особенно те периоды, которые у нас не подтверждены сведениями о трудовой, или есть ошибки в трудовой, в дате исправления. Но если, опять же, есть архивные справки об этих периодах работы, то можно смело выбирать электронную трудовую книжку. То, что касается молодежи, ну вот, на мой взгляд... Кто начал работать с 2000 года? С 2000 года, да. То есть когда на него уже сведения, ну если, опять же, он работал официально, то есть с 2000 года, когда на него сведения в пенсионный фонд предоставлялись ежегодно, ежемесячно, поквартально в том числе, то здесь опасений нет никаких. То есть ему можно смело выбирать электронный вид трудовой книжки. Скажите, а вообще какой период мы имеем, какой вот этот временной люфт, чтобы сделать этот выбор? Выбор мы должны сделать в 20-м. То есть мы должны подать одно из двух заявлений. То ли мы остаемся с бумажной трудовой книжкой, и мы это заявление подаем, и оно как бы работодателям фиксируется, и, соответственно, сведения об этом передаются в пенсионный фонд, и трудовая остается у работодателя. Или мы говорим о том, что мы выбираем электронный вид трудовой книжки, тогда трудовая книжка выдается на руки работнику, и, соответственно, сведения о том, что выбор сделан в пользу электронной трудовой книжки, опять же, подаются в пенсионный фонд. Это в течение 20-го года мы этот выбор должны сделать однозначно. Ну, за исключением, опять же, некоторых категорий работающих. Это, возможно, длительная командировка. Это, возможно, как я уже сказал, отпуск по уходу за ребенком. Скажите, а как государство гарантирует достоверность сведений о трудовой деятельности, которые вносятся в электронную трудовую книжку? И как человек потом может проверить, что данные в этой трудовой книжке в электронном виде соответствуют действительности? Во-первых, работодатель несет ответственность, в том числе и административную, за достоверность и полноту предоставляемых в пенсионный фонд сведений. Ну, а во-вторых, этот процесс будет контролировать сам работник. Он будет иметь возможность увидеть эти сведения в своем личном кабинете на сайте пенсионного фонда или на портале госуслуг. Будет иметь возможность выписку получить в МФЦ, в клиентской службе пенсионного фонда или запросить у своего работодателя. Если он видит, что там неточные сведения, работодатель проявил халатность, не полностью указал, может быть, какие-то награды, поощрения, которые имел работник, и которые должны быть отражены в трудовой книжке в электронном виде, вот что ему делать? Ну, опять возвращаемся к тому, что электронная книжка – это не аналог бумажной. То есть реквизиты электронной трудовой книжки, они четко определены. Это прием увольнения, перевод, дата, соответственно, номер приказа и должность профессия. о наградах и, скажем, взысканиях речи там идти не будет. Спасибо вам, Николай Владимирович, за эту интересную беседу. Спасибо вам. Возвращаясь к теме безопасности, покатался и попал в больницу. В новогодние каникулы рекордное число детей пострадали после катания на горках. В ряде случаев жизнь ребенка оказывалась на волоске от непоправимой трагедии. Продолжит Виктор Буров. Уже неделю жительница Абазы Татьяна Соколова круглыми сутками дежурит у кровати дочери. Девятилетняя девочка чуть не погибла, катаясь с горки. Вместе с младшим братом она на глазах мамы на большой скорости врезалась в бетонное ограждение. Мальчик потерял сознание, Маша получила тяжелейшую открытую черепно-мозговую травму. Девочку экстренной санавиации доставили в Аканскую больницу. В не один час врачи боролись за ее жизнь, хирурги провели сложную операцию. Конечно, испугалась, потому что стояло ниже места, где дети сели на плюшку и пыталась их остановить, но плюшка меня снесла. Ну, там доли секунды все это было, что я даже не могла ее, видать, остановить, хотя изначально думала, что могла. Врачи бьют тревогу. Только в Абаканской больнице сейчас лежат четверо маленьких пациентов с серьезными травмами головы. Еще десятки с переломами конечностей. В большинстве случаев ЧП происходит на необорудованных горках, скатываться с которых опасно для жизни. Часто детей в такие места приводят сами родители. Плюшки – это зло, беда, неконтролируемое средство передвижения, катания, которое вызывает вот такие последствия. И беречь детей. Слезы, наверное, потом уже будут просто слезы. Не менее печальная статистика, и среди взрослого населения за время новогодних каникул более 600 абаканцев обратились в травмпункт после катания на санках, лыжах, ватрушках, в том числе с переломами позвоночника, после которых восстанавливаются годами. Большинстве случаев травмы жителей столицы получили в состоянии алкогольного опьянения. Ни в коем случае нельзя кататься на сноутюбинге на тех трассах, где есть трамплины, поскольку есть большая вероятность повредить позвоночник, шейный отдел при большой амортизации. Ни в коем случае нельзя скреплять сноутюбинги друг с другом, потому как есть риск опрокидывания и получения травм. До конца зимы еще далеко и родители должны помнить следить за безопасностью своих детей важны не только в празднике. Виктор Буров, Дмитрий Симонов, Вести Хакасия. Бывший депутат Верховного Совета Владимир Нырцев обжаловал приговор, вынесенный ему накануне Нового года. Бизнесмены судили по делу о покупке жилья для сирот. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший депутат Верховного Совета через аффилированное лицо получил более 30 миллионов рублей в качестве оплаты за жилье детей-сирот, из которых он присвоил около 9 миллионов. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии. Осужденный был взят под стражу сразу после оглашения приговора. Добавлю, что также он был обвинен в хранении боеприпасов, так как при обыске у него дома нашли несколько патронов. Защита обжаловала приговор, и теперь дело будет рассмотрено в Верховном суде. Жители сразу нескольких домов по улице Рабочей в Черногорске уже несколько лет ждут переселения. Их жилище буквально дышит на ладан. И вот 2020-й обещает начаться с приятной вести. Какой расскажет Наталья Гармашова. Разговоры о переезде в новую квартиру вызывают слезы. Этого дня и Ольга, и ее соседи ждут уже давно. Если счет вести с официальной даты признания дома 127-го по рабочей аварийным, то прошло уже 3,5 года. На деле же двухэтажка стала непригодной для проживания гораздо раньше. Собственно, как и все остальные дома в этом дворе. Строились они в середине 50-х прошлого столетия как каркасно-щитовые. Опилки в стенах уже давно рассыпались, фундамент развалился, в доме холод, печи, которые топятся круглосуточно, не спасают. Я уже просто старенько скрылась, мне охота пожить в благоустроенной квартире. Не надо мне уголь и штаскалов бы. Я не хочу ничего такого. Чтобы пришло и было тепло. Да, было тепло. В квартире Ирины, она живет в соседнем доме 121-м, только внешнее благополучие. Чтобы создать уют, семья регулярно обновляет и обои, и побелку, но руки порой опускаются от бесполезности ремонта. Летом вот это все рухнуло. Прошлое лето и вот это лето. Вот я заделала. А что такое? Там дырка что-то? Да, там штукатурка отвалилась. Чтобы оттуда сверху земля не сыпалась, я взяла, салфаном отбыла. Вот по этим щелям, по всем, текет. У нас тут кругом вот так ставится ведра, тазы. В своем подъезде семья Ахмадеевых осталась единственной. Остальные разъехались кто куда, не дожидаясь обрушения потолка, как это уже случилось в одной из квартир этого дома и в подъезде соседнего, 125-го. И все двухэтажки в момент ЧП либо находились на стадии признания их аварийными, либо официальное заключение уже имели. Но пока дело не дошло до сноса строений, каждый собственник, по-видимому, должен отвечать за свою безопасность сам. Жильцы 125-го дома оставаться на пороховой бочке не стали, часть через суды уже получила новые квартиры, другая перебралась в арендованные. В остальных трех бараках люди все еще живут. На проблему еще в минувшем июле обратили внимание представители фонда содействия реформированию ЖКХ. Тогда было дано поручение срочно проработать вопрос об изыскании средств для расселения, в частности, дома 127-го, который просто не успел войти в действующую программу. На сегодняшний момент правительством проработан вопрос о выделении городу Черногорску дополнительных средств на переселение граждан. И на 2020 год в проекте бюджета предусмотрена сумма чуть больше 15 миллионов рублей. В администрации города пояснили, эти деньги пойдут на покупку вторичного жилья именно для семей 127-го дома. Для остальных с той же рабочей квартиру будут строить, но в раз всех нуждающихся точно не расселят. 10 домов у нас включены в действующую программу. У нас начинается строительство многоквартирного дома около 1000 квадратных метров. От 20 до 30 где-то будет. Квартир, да? Да. По дате признания аварийным будут переселяться. Возможно, очередь остальных черногорцев подойдет в 2022-м, когда в Черногорске завершится возведение еще партий нового жилья взамен аварийного. Такие же стройки три ближайшие года будут идти по всей республике. И, кстати, 22-е по заверению региональных властей должен стать финальным в реализации программы переселения и соответствующего нацпроекта. Он хоть и рассчитан до сентября 25-го, но в правительстве намерены темпы значительно ускорить. На этих условиях федеральный фонд даже пообещал Хакасии выдать деньги досрочно. Это 99% от общей суммы. Республика же добавит лишь 1%. Однако пока обещанный аванс к нам так и не поступил. Регион в режиме ожидания. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Сдавать экзамены и получать права водители снова смогут в Абакане. Сразу после каникул возобновил работу межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД. Больше полугода в помещении шел масштабный ремонт. Все это время, чтобы зарегистрировать автомобиль или получить водительские удостоверения, водители Абакана ездили в Черногорск. Теперь для них работает два зала. Один для регистрации транспорта. Здесь открыты 6 окон и введена система электронной очереди. Второй зал для выдачи удостоверений. По статистике, ежедневно в обоих помещениях бывает до полутора сотен человек. Без труда получить услуги смогут и автомобилисты маломобильные. Для них предусмотрен пандус при входе в здание. В приятном ожидании водители Ааларайков из Тебаканского района там впервые за 35 лет проведут капитальный ремонт главной сельской автодороги. Речь идет об улице Ленина. Протяженность трассы более полутора километров. На ее асфальтирование и укладку тротуаров, которых тут прежде не было, потребуется почти 19 миллионов рублей. Деньги сельсовет получил в рамках нацпроекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Подрядчик уже определен. Работы начнутся летом. Дорога у нас асфальтирована еще в 85-м году. Но за это время уже как бы произносилось. Сейчас мы эту центральную уличную дорогу со всеми поворотами, с остановкой будем приводить по национальному проекту в соответствие. Как выглядит печень пьющего человека или легкие курильщика с удовольствием покажут специалисты Центра медицинской профилактики. В борьбе за правильный образ жизни у них появился новый материал. И он уже впечатлил нашего корреспондента Виктора Лушникова. 4 миллиона рублей на наглядное пособие по здоровому образу жизни. Такой щедрости государство не проявляло за всю историю существования Центра медицинской профилактики. Средства выделены в рамках национального проекта демография. Вот, например, как выглядит пирамида питания. Внизу продукты правильные, богатые клетчаткой овощи и фрукты. Их нужно съедать до 400 граммов в день. А наверху самое вредное жиры и углеводы. Их потребление диетологи советуют свести к минимуму. Есть и другие наглядные материалы. Для того, чтобы показать вред алкоголя, курения и наркомании, у нас приобретены вот такие чемоданы, которые мы будем использовать для выездной работы с населением. Вот этот чемоданчик говорит о вреде алкоголя, какие органы поражаются при употреблении алкогольных напитков. Художники смоделировали патологические изменения в печени злоупотребляющих алкоголем. Наглядно продемонстрировали, что алкоголь вызывает уменьшение объема мозга. Показали, где именно образуются раковые опухоли в пищеводе. Картина не из приятных. Вред от курения тоже можно увидеть наглядно. Данный макет показывает количество смолы, которая остается в легких при выкуривании сигареты. И много смолы? Ну, можете посмотреть. А за год в легких курильщика смолы скапливается примерно литр. Выглядит картина не очень эстетично. Все макеты реалистичные и красочные. Им нельзя не поверить. Для демонстрации алкогольного опьянения разработаны даже специальные очки. Когда человек их надевает, то действительность очень сильно искажается. И буквально сделать несколько метров становится очень сложно. Сотрудники Республиканского Центра Медицинской профилактики уверены, что их лекции по здоровому образу жизни теперь будут более эффективными. За год им предстоит провести более тысячи выездных занятий для школьников, студентов и работников различных предприятий и организаций Хакасии. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. История со счастливым концом. Многодетная семья Оглагачевых с Орбитовских дач переехала в собственную квартиру. Хотя еще полгода назад родители и их семеро детей вынуждены были ночевать буквально на улице. Рассказывает Ольга Стельмах. У жителей этой многоэтажки к новогоднему празднику подход особый. Так получилось, он совпал с долгожданным новосельем. Число 13 для семьи Оглагачевых вопреки всем суевериям стало символом грандиозных перемен. Дверью в новую жизнь. Там кухня, там туалет, ванна. Есть еще один коридор в доме. Здесь спальня для маленькой нашей отдельно. О многодетной семье, которая вынуждена была жить практически на улице, мы рассказали полгода назад. После того, как Оглагачевы не смогли платить за съемное жилье и вернулись в собственный дачный домик. Но его буквально растащили на дрова. Утепляя к морозам постройку, супруги, у которых семеро детей, ночевали в палатках. Тогда откликнулись наши телезрители, помогли стройматериалами, деньгами и продуктами. Подключились и социальные службы. А позже пришла новость, поверить в которую смогли не сразу. Из резервного фонда Хакасии выделили практически два миллиона на покупку квартиры. Нам когда сказали, мы все растеряли. Тяжело было, когда летом. Сейчас вроде все успокоилось, что всем тяжело было и деткам, и нам, когда отдельно жить. Трехкомнатную квартиру купили в районе Мостотряда 65 квадратов. Холодные летние ночи в палатках быстро забылись в теплой домашней атмосфере. Не надо пристраивать там здесь ничего. Делать, утеплять что-нибудь. Ну, скучали, все радовались, прыгали. Потом сейчас, ну, и до сих пор прыгают, радуются, но уже не так, конечно, маленько уже знают, то, что мы, здесь нас никто не выгонит, никто никуда не поедет, это наше. Это первый Новый год, когда оглагачивы не загадывают желания. Главная мечта сбылась. У большой семьи есть собственное жилье и уверенность, что не придется вновь ночевать под открытым небом. В республике под охрану возьмут каменный лес, так называется памятник природы в Ширинском районе, который поражает воображение каждого, кто увидел его впервые. В чем его уникальность, расскажем прямо сейчас. Объяснить с точки физики сложновато. Сложновато, да. Сложновато на самом деле. Почему вот именно вот это? И почему на боку? Сверху, да, понятно, там поверхность. И в виде поставки как в камне образовалось отверстие и каким образом валуны здесь очутились. Такие вопросы возникают у каждого, кто попадает в каменный лес. На склоне холма в Бару находятся десятки огромных камней, сложенные в причудливые формы. Особо впечатлительную утверждают у места сильная энергетика. И если прислониться к камню, можно ею подпитаться и услышать иной мир. Геолог Вячеслав Ермаков смотрит на каменный лес с точки зрения науки. Камни попали сюда в результате движения древнего ледника. А вот как природа обточила их поверхность, непонятно. Гранит хоть и податлив воде и ветру, но, к примеру, такие отверстия совершенно необъяснимы с точки зрения закона физики. Но здесь они поражают просто себя вот этими формами. Они настолько ичеисты и настолько невообразимы. Сплетены там вот эти остаточные ребра совершенно различных размеров. совершенно различных геометрических форм. И просто какая-то фантастика. Но, как любое чудо природы, каменный лес хрупок, особенно из-за растущего потока туристов. Они пытаются сдвинуть камни с места и оставляют после себя мусор. Республиканские власти два года назад собирались взять территорию под охрану, но местные жители были против. И только теперь специалистам удалось убедить людей в необходимости защиты памятника природы. В территории нужен особый подход ещё и потому, что осенью ураганный ветер повалил десятки сосен. Ситуацией занимается Госкомитет по охране животного мира, так как оставлять лес в таком виде нельзя. Это может привести к тому, что буквально летом, когда поднимется температура, начнёт распространение вредителей. И может быть заражён весь лет. И мы в конце концов можем потерять, если нет никаких не будет принято, мы можем потерять все лесные насаждения на данной территории. Но это, конечно, недопустимо. Сейчас решается вопрос, как навести порядок в каменном лесу. Но главное, идёт согласование, в том числе с федеральными ведомствами, чтобы придать территории статус особоохраны. Для туристов ничего не изменится, а памятнику природы он принесёт только пользу. Здесь нельзя будет рубить лес и главное – вести добычу полезных ископаемых. Речь идёт прежде всего о золоте. Есть немало желающих добывать его в окрестностях каменного леса. Марина Конодакова, Вести Хакасия. В Абакане состоялся впервые концерт органной музыки. Он прошёл в католическом храме и собрал не только прихожан, но всех, кому интересно услышать, необычный для наших мест инструмент. Что такое современный электронный орган и как он звучит, знает Александр Дьяконов. Король музыки. Именно так называют орган. Это один из немногих инструментов, который звучание может воздействовать на эмоциональное состояние человека. Людей, умеющих играть на нём не так много, и поэтому для проведения первого концерта в Абакан пригласили органиста из Красноярска. Сам орган достаточно сложный инструмент, организм, я бы сказал. Да, вроде на первый взгляд кажется, что ну, наверное, так же, как просто, как это, противопиано играть. Но всё-таки наличие тембров, различные звуки, призвуки, регистры, это, конечно, всё дополняет сложность. И если во всём этом разобраться, то музыку, которую исполняешь, она действительно будет играть красками. Хоть органы электронны, произведения Баха и Моцарта в стенах католического храма звучат по-настоящему благодаря акустике. Да, это первый концерт в нашем храме. Уже перед тем, как начинали строительство, много есть прошивали, будет у нас орган. Слава Богу, он 18 апреля прошлого года появился у нас. Мы хотели именно организовать такой рождественский концерт. Ожидали, что будет столько народов? Честно, нет. Музыка и правда творит чудеса, ведь в этот вечер здесь собрались дети и взрослые, люди разных национальностей и религий. Нам не запрещают посещать другие храмы, потому что Бог Господь, Он везде есть, поэтому ничто не мешает приходить к Богу в любое время, в любом месте, потому что Бог, Он не где-то, Он прямо в сердце, Он ближе всех. Конечно, первый орган и концерт в храме не последний, в будущем в нем сыграют музыканты из Новосибирска и Иркутска. Александр Дьягонов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Таким было начало Нового года. Пусть он принесет в ваш дом больше благополучия, тепла и радости. И оставайтесь с нами, команда ГТРК Хакасия работает для вас. Новосибирска. 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 Продолжение следует...